Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач Героический выпуск Родского народа Монасия В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта Сказителя Монасия Сагумбаева Розбакова написан пятитонный роман про Розию Вот они перед вашими глазами Кроме этого я для школьников приготовил рабочие тетрадь для 8-11 классов для изучения самонасия О высоком качестве моего произведения говорит тот факт, что первый том моего романа включен в сотомную антологию твердкоязычной литературы Издан в Ташкенте, где в 88 томе опубликован первый том моего романа Монас Сейчас, в настоящее время, я работаю на второй части трилогии с Эмитреем Мною закончен первый том данного произведения, сейчас идет работа на втором том Кроме этого, я уже в течение нескольких месяцев выпускаю эти видеоролики на русском и кордонском языках Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субхитрами на 119 языках мира В предыдущей передаче я вам обещал рассказать о том, что выдвигается гипотеза, что якобы Каргыз является потерянным коленом Израиля Сынов Израиля и евреев Сейчас я хочу подробно рассказать вам об этом Прежде всего, надо сказать, что эту гипотезу выдвигает американский писатель, ученый Ричард Хьюитт Занимается вопросом происхождения Каргызов Но, прежде чем перейти к его версии, я бы хотел вкратце вам напомнить о том, кто такое колено Израилевы Кого они включают Значит, колено Израилево – это времена потомков, 12 сыновей Якова Образовавший, согласно священному писанию, еврейский народ Значит, Библия называет вот эти колено Израиля юнами 12 сыновей Якова Которые у него родились от двух жен – сестер Лидии и Рахили И от служанок жен – Валны и Зельфы Эти дети следующие Шесть сыновей Лии – Рувим, Симеон, Левий, Юда, Сахар, Завулон Два сына Рахили – Иосиф, Вениамин Два сына Валвы – Дан, Нефалим Два сына Зелфы – Гат и Асир У Иосифа, сына Рахили, было двое сыновей – Манасия и Ефрем Их, когда они подросли, дедушка Яков возвел в родоначальных двух самостоятельных колен вместо их отца Иосифа Ну, так как племена Израиля прозывали, значит, в едином Израильском царстве Это время было для них хорошим И имя правил царь Соломон Ну, после смерти Соломона в 928 году до нашей эры Из-за внутренних распри Израильское царство распалось надвое На юге образовалась Иудея А на севере – Израиль В Иудее прозывали колены Юды и Семеная Вениамина А в Израиле остальные 9 колен Ну, так как израильтяне, сыны Израиля Перестали вести благочестивый образ жизни Согласно Библии, Бог наказал их и направил на них Ассирию В результате Израильское царство было полностью захвачено Ассирией И большая часть его населения увидена в плен И расселена небольшими группами в различных областях этой огромной державы Но основная масса израильтян после этого была ассимилирована Растворила в тех народах, среди которых они проживали Ну, вот, значит, американский ученый Ричард Хьюитт Утверждает, что якобы, якобы, Кыргызы Происходит от второй жены Якова, Рахили От его сына Иосифа Значит, у Иосифа, как я вам говорю, было два сына Манасия и Ефрем Ну, а на чем Ричард Хьюитт основывает свои выводы Есть ли этому какие-либо доказательства У него конкретно И вообще, на основании чего он все это говорит Я вам расскажу в нашей следующей передаче Ну, а сейчас я, с вашего позволения, продолжу чтение своего романа А ты не пугай меня Сурово посмотрела на монарца Сани Рабира Не протягивай ко мне свои грязные лапы А сначала женись Только после этого я поеду к тебе А сейчас соглашайся на мои требования Кто ты такой, что бросаешься на меня Изрыгая из глаз пламя Расскажи о себе Ты что, не поняла моё слово? Я богатый ремонанс из Кыргызов Хотя я завоевал столько земель И властвую над тысячами людьми У меня нет семейного счастья Поэтому я приехал жениться на тебя На тебя Если будешь упрямиться и говорить, что не выйдешь за меня Ты, несомненно, умрёшь Гневно закончил свою речь монарца Поговев о злости Если ты богатый монарца из Кыргызов То я Сани Рабира Таджиков Суннелла ответила девушка Ты что, думаешь, что я соглашусь на твои слова? Испугавшись за свою жизнь Какое мне дело до того, что тебя зовут Манас? У меня полным-полно монарцев Всех моих слух Охранников, садовников Погов зовут Манасами Как я могу восквернить Отцовский дом Согласившись на твои требования Из-за того, что ты Манас? Не болтай много И убирайся вон отсюда Если не уйдёшь Непременно погибнешь Разозлённая Сани Рабира вскочила Схватила острый кинжал Золотой рукояткой И севшим в стене Что за бред несёт эта девушка? Разозлился Манас Что я ему, пацан, пришедший с улицы Или нищий, пришедший просить милостыню Я отправил отца свататься за неё Собрал колым, которую потребовал Атемир Сани Рабира теперь моя законная невеста А она, негодяйка Поднимает на меня хвост и оскорбляет Ишь ты, оказывается Сани Рабира хочет выбрать меня в своей комнате Если откажусь, она, значит, убьёт меня Посмотри, как Сани Рабира схватила кинжал И грозится мне Я сейчас покажу тебе Как надо поднимать на меня оружие Разгневанный сопротивлением девушек Манас ударил по руке сани Которую она держала кинжал Девушка, выдав её намерение Отпрянула назад Богатель промахнулся И по пару рукой по кинжалу А оружие вонзилось ему в запястье Тосиков Синюю вену левой руки Отчего хлынула алая кровь Вот сволочь негодница Вырвался про себя Манас Сани Рабира ранила меня Я ни разу не был ранен в руку Хотя участвовал в стольких сражениях Бился со многими богатырями А теперь получил ранение Цапливой девчонке Мужик Сорвать ей голову Крайне разоржённый Богатыр посмотрел на Сани Рабибу И отказался от своего намерения Нет, подумал Не стоит так поступать Разве я не приехал, чтобы жениться на ней Для её колыма взбудоражил Столько людей Собрал всё И привез сюда Нельзя убивать Сани Рабибу Человек, убивший такую прелестную Очаровательную, обаятельную красавицу Возьмёт на душу большой грех Надо уйти, не трогая её Тяжко вдохнув, Манас раненой рукой Направился на выход Сани Рабиба неправильно поняла богатыря Оказывается, Манас никакой не богатырь Трусливый сопляк Насмешливо подумал девушка Он не выдержал одного удара И убегает Чем ходить замуж за такого труса Лучше убью его И полностью избавлюсь от него Расхрабрившись Сани Рабиба преградила дорогу Манасу И ударила его в грудь Кижалом Целес в сердце Разгневанный богатырь Отбил удар и оттолкнул девушку Отчего она опрокинулась на спину Зажимая кровавленную руку Манас вышел из её дома Разозлённый проступком сани Рабиби Манас с хмурым видом вернулся к своим войскам Всем приготовимся к атаке на город Дал приказ разгневанный кровописца Покажем таджикам, кто мы такие Когда загрохотали боевые барабаны Кыргызы поспешно оседлали лошадей И с громким шумом двинулись в сторону города В городских ворот навстречу им выехали аксакалы Во главе жакопов С какой селью наши прикакали сюда Испуганно подумал старик Мы приехали к этой миру не сражаться, а свататься Это почему глупые мальчишки, схватив оружие, стремятся ворваться в город? Разве что-нибудь случилось? Надо узнать это Если они ошибочно поддались к кривите Я остановлю их В противном случае Наши войска полностью разгромят народ Атемира И мы навеки опозорим свое имя Стойте, громко крикнул жакопов Прикрождая дорогу воину Не входите в город Успокойтесь И возьмите себя в руки Не решаясь ослушать стариков Воин остановились В это время Атемир Беспокойным громким шумом Подскакал к Аргызу Ведя на поводу 60 лошадей В качестве дара Храни нас Бог В ужасе подумал Атемир Я, оказывается, попал в большую беду Собираясь выдать дочь замуж Если не сумеем успокоить Кыргызов и Утхамиритов Мы все будем истреблены Смертельно напуганы Таджики разделили вельмож кыргызам Чтобы отвезти к себе домой Погостить Бекки взяли на себя всех витязей И Аксакалов во главе с Бакаем Монастер решил взять в гости Сам Атемир И повел его во дворец Он поместил богатыря В красивую, богато Рыкрашенную комнату Наполненную мягкой постелью И пуховыми порушками Кыргызов любит жить в юрте Подумал Атемир И приказал вырубить свой сад Он вызвал из города 60 лучших мастеров И приказал им немедленно построить юрту Хан Таджики в это время Совсем забыл о самом монасте И полностью сосредоточился на ее построении Он подумал, что о богатыре позаботится его женщина Но случилось иначе Испугавшись грозного вида Монастера Молодухи и девушки Не решились пойти к нему Не ведая об этом Оставшись в одиночестве Монастер сидел в радостном ожидании Даст Бог Теперь ко мне придет красавица Сани Робера Подумал богатырь К его разочарования к нему не пришло Не только невеста Но и другие бабы Отсутствовали также витери Развлекавшие его кумурист и флетист Так что богатый расстался в комнате В полном одиночестве Да что меня так оскорбляет А ты мир? Гневно подумал он от Его бесчеловечное обращение Разворотило мне душу Я убью этого подлеца вместе с дочерью Если будут живы мои кыргызы Я всех вас уничтожу Для такого гнева богатыря были все основания Два дня и две ночи он остался один в комнате Без еды и воды Витери также не стали проведывать его Они думали, что монастер находится вместе с Аней Робевой И развлекается с ней Будучи уверены в этом Даже голову не проходило Что он сейчас мучается от голода и жажды Их самих народ от имя угощал на славу И относился лучше, чем к самому хану На третий день монастера решили проверить 40-50 старых пап И стали уговаривать рослую смуглую копию «Сходи к монастеру», — сказали они По неволе копия согласилась Взяв одну из женщин провожатой Отправилась к коронавирусу Открыв дверь и войдя в комнату Увидев разгневанное лицо богатыря Она не на шутку испугалась «Мама!» — громко крикнула она Грохнувшись на землю Копья потеряла сознание Среднего роста Среднолетняя женщина Находившаяся рядом с ней От страха побежала обратно к женщинам «Бабы!» — заорала она «Оказывается, нас жжет истинный дьявол!» Копья видела и тут же испустила дух «Как за него хоть замуж наша санировила!» «Я просто поражена этим!» Наговарив кучу таких ужасных слов Она поспешно вернулась обратно к копию «Что за взор болтает? Это ненормальная!» Сказали остолбневшие баба Не поверив словам подруги Трое из них побежали в комнату монасты Перед дверью увидели мертвую копию Лежавшую на земле Испугавшись, одна из женщин подняла ее голову Отчего копья пришла в себя И с трудом открыла глаза Обрадованные тем, что она жива Женщины подняли на ноги копию И отвери ее санировили Увидев напуганных баб Дочь хана от души расхохоталась Копья, увидев монасты Ты потеряла сознание По смехам сказал она Оказывается, ты еще не видела Настоящего богатыря Пакай, находившись в гостях у беков Подозвал к себе витей Давайте сходим к монасту Приложил он товарищ Наверное, наш богатырь Вовсе развлекается с молодухами Девицами Проведаем его Согласимся на все, что он скажет Если монаст доволен Находится в хорошем настроении Поедем домой Все согласились Отправились к монасту Когда они подошли К ханскому дворцу Бакай подозвал к себе Одного из охранников Где находится ваш зять Монаст, спросил он Проводите нас к нему Я не видел И даже не слышал О каком-либо женихе Смущенно ответил Пораженный услышанным охранник Среднего роста Рыжий, скуластый юноша Что этот воин говорит? Испугался Бакай Как он может теперь ждать Что не видел жениха И не слышал о нем Ведь монаст находится Возвольте уже несколько дней Наверное, к нему пришла Они родились с подругами Другие женщины Вельможи И наш богатырь Вовсе развлекался Все эти три дня Как в таком случае Этот охранник Мог не видеть монаста? Возможно, он ушел с поста Когда пришел богатырь И только сегодня Вернулся обратно на службу Помилуй нас, Бог Лишь бы монаст был жив-здоров Покай, встревоженный забрат С Витяземом нашел Комнату монаста Войдя вовнутрь Он весело поздоровался Ассаламу алейкум Повелитель Разозлен, находившись Вне себя богатырь Не ответив на приветствия Скочил с места Он оттолкнул Бакая в грудь И стал избивать Всех Витязем подряд Серег, упавший от его удара На землю Еле встал на ноги Он подскочил сзади Крепко обхватил монажа Что ты делаешь, богатырь? Громко крикнул Жреб Ты ненормальный, что не можешь усмирить Свой гнев Или я твоя жена Чтоб ты злился Или эти джигиты Которые ради твоего колыма Не пожрели ничего Твои жены Если ты обижен на то Что Саня Рабига Не пришла к тебе Причем тут мы? Или ты таким макаром Намереваешь истребить Всех Кыргызов? Или мы охраняли Твою жену Упустили ее? Если так Скажи Что Саня Рабига Не пришла Уничтожь всех нас Не делай такие глупости Богатырь Если хочешь продолжить Твоё буйство Полностью убей нас Посрамлённый, сердитым Справедливым Пророком Чирейка Богатырь остановился Не зная Что ответит Ну вот Уважаемые товарищи Наше время подошло к концу Я прощаюсь с вами Свидания До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok